Как сообщает РБК, аудиторско-консалтинговая компания EY, занимающаяся исследованиями в области экономики и финансов, обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию. Исследование «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» было представлено в рамках Петербургского международного экономического форума. Напомним, что ректор КФУ Ильшат Гафуров также принимает участие в форуме. На нем состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между КФУ и Росгеологией. США заняли первую позицию по инвестициям в Россию впервые с 2013 года. В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов России. Количество проектов по инвестициям из США увеличилось с 19 до 33. Это 16% от всех проектов России, в которые вкладывают деньги иностранные инвесторы. Американские компании видят определенные перспективы для российской экономики, для вложений в российские активы, для размещения здесь производства. Поэтому мы видим приток, в том числе иностранных, в том числе и американских иностранных инвестиций в Россию. И на это никак не может повлиять никакая политическая обстановка. Германия, Китай, Великобритания сокращают инвестиции в российские проекты. Европейские и китайские компании, они продолжают вкладываться в уже существующие проекты, где значительная часть инвестиций уже осуществлена. Американцы, возможно, вступают в новые проекты, которые локально в данный момент времени требуют больших вложений. Инвесторы США вложили средства в 11 проектов на территории Москвы и Московской области, в 4 проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Самой привлекательной отраслью в России для иностранных инвестиций остается производство, несмотря на падение количества проектов. Инвестиции в проекты в отрасли исследований и разработок и в области продаж и маркетинга увеличиваются. Здесь производство размещать намного выгоднее в связи с тем, что дешевле ресурсы, дешевле рабочая сила. И плюс к этому производства, которые размещаются здесь, они рассчитаны на сбыт готовой продукции в России, в странах СНГ, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универ Ньюс.